Всем привет! Мы с вами научились делать наши GSP странички небольшие, даже писать Java код в них. Но есть один нюанс. Отличие, что мы можем делать в обычном сервилете. Мы можем получать доступ к сессии, мы можем получать доступ к респонсу, записывать что-то в респонс, получать к реквесту и так далее. Как же нам делать это все в GSP? Дело в том, что в GSP есть определенные переменные, которые определяются где-то у нас за глазами. Это у нас request, к которому мы можем обратиться. То есть здесь обычно тот же самый request, с которым мы работали в сервлетах, который шел там. Если мы откроем любой сервлет. Вот это тот самый request.reg. У него все те же самые методы и мы можем с ним работать. То есть мы можем получить там getMethod. Дальше у нас есть сессия. То есть мы можем getAttribute, setAttribute. Все те же самые методы, которые у нас были с сессией. Там что-то в этом духе. И на самом деле у нас есть еще несколько дополнительных интересных переменных. То есть вот response у нас есть. Мы можем задавать какие-то статусы. То есть response. Обычный response. Тут же самое, как и обычный. То есть тоже мы туда что-то можем записывать. Там можем статусы проставлять. И так далее. Но помимо этого есть еще несколько интересных переменных. Это application и config. С которыми мы тоже можем работать. Вот. Application. Application. Ну он позволяет работать с нашим приложением. Там добавлять контекст и так далее. Это фильтры. Ну это мы все еще будем проходить. Просто вы должны знать, что это есть одна из таких при определенных переменных. Вот. О всех этих фильтрах и контекстах мы еще поговорим обязательно. Будут отдельные уроки. Пока что мы их не проходили. Поэтому тут зацикливаться не буду. Вот. И еще у нас есть config. Да. Но он тут тоже не особо много позволяет. То есть в основном параметры инициализации. Servlet. Context. За которые я еще раз скажу. Servlet. Name. И так далее. Вот как-то так. Такой вот у нас небольшой урок. Который я вам хотел рассказать. О том, что у нас есть при определенной переменной. С которыми мы тоже можем работать. Через которые мы можем работать с request. Response. Sessy. И так далее. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.